Вопрос Европаскета 15 пошел двумя путями. Первый путь – это мои переговоры и федерации переговоры с Европейской Федерацией ФИБА Европы, где мы искали возможность непринятия решения, потому что, естественно, в момент, когда это все происходило, в марте, в мае, в общем-то, была еще неясная позиция и у нас здесь на Украине. И, в общем-то, мы четко понимали, что в мае будут перевыборы, появится новый президент, новый совет. Естественно, задача была, в общем-то, добиться возможности протянуть принятие решения до того момента, как возникнет новый президент, новый совет. И тогда, в общем-то, у нас уже появится новый президент. И, в общем-то, проводилась такая работа, которая, в общем-то, не афишировалась по несколько телефонных переговоров в день. По сути, Евробаскет, в общем-то, стал настолько, скажем, не денежноемким, да, что, в общем-то, те все проекты, которые были, они урезались. И осталось только, так как у нас все-таки есть инфраструктура, гостиницы, то, что надо для проведения такого масштабного соревнования, осталось только построение, минимальное построение арены, а самое главное арены, которая будет принимать, в общем-то, финальную стадию чемпионата Европы. И вот это вот, как бы, был еще возврат к тем договоренностям, которые были раньше, чтобы государственные банки выделили кредит, на каких условиях, тоже велись параллельно переговоры. И в конечном итоге пришли к новому договору, к новому, пожали руки с банкирами, которые, в общем-то, сказали, что мы выделим кредит с гарантией государства. И плюс, они еще, скажем так, выбили для себя более, я имею в виду, государственные льготные условия, чем были, скажем, до этого, уже как бы более тяжелые для инвесторов.